Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости за неделю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самарской области режим нерабочих дней введут с 25 октября на неделю раньше, чем по всей стране. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров. По его словам, решение приняли после предварительного обсуждения с бизнесом и общественностью. Мера вынужденная, так как заболеваемость COVID-19 продолжает расти. Сейчас в первую очередь важно сохранить жизнь и здоровье людей. Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. При этом он оставил за губернаторами право увеличивать количество дней отдыха, исходя из ситуации в конкретном регионе. С учетом этого самарцам предлагают оставаться дома две недели с 25 октября по 7 ноября включительно. В постановлении губернатора определены сферы, работники которых продолжат трудиться в связи с производственной необходимостью. Борьбу с коронавирусом и режим нерабочих дней обсудили на заседании городского штаба по противодействию COVID-19. О новых мерах и решениях расскажут наши корреспонденты. На повестке городского оперативного штаба усиление ограничительных мер из-за COVID-19. Все сферы города уже к понедельнику вынуждены перестроить свою работу. Важно снизить количество контактов между людьми, поэтому особое внимание сферам образования, спорта, культуры, а также сферам услуг и развлечений. Представители департаментов совместно с руководителями районных администраций обсудили важные изменения, которые придется внести. Заседание оперштаба прошло под руководством главы города Елены Лапушкиной. Основная задача всех этих решений – разорвать ту цепочку, которая приводит к такому массовому заражению. Школьники с 1 по 11 классы по всей Самаре уходят на каникулы с 25 октября. Решение о том, в каком формате будет организовано обучение с 8 ноября, очно или дистанционно, будет принято на городском штабе по коронавирусу, исходя из актуальной эпидобстановки. Подобные ограничительные меры коснутся также учреждений дополнительного образования. Их на время переведут на дистанционный режим обучения. Скорректировали на двухнедельный период и работу детских садов. Детские сады продолжат свою работу в режиме дежурных групп для тех детей, родители которых вынуждены ходить на работу. При этом необходимо отметить, что предоставление места в дежурной группе в детском саду не требует от родителей предоставления каких-либо дополнительных справок. То есть необходимо просто заранее предупредить воспитателя, либо заведующего о том, что с 25 числа у вас есть необходимость для посещения детского сада. Закроются с понедельника и все магазины, кроме продуктовых, а также тех, которые продают товары первой необходимости, к примеру, лекарства или запчасти. Торговые центры, рынки, какие-то крупные помещения, где осуществляется торговая деятельность, имеющие площадь помещения свыше 2000 квадратных метров, пропускной режим устанавливается исключительно для людей, у которых есть QR-код о прохождении вакцинации, либо есть справка от лечебного учреждения о том, что они переболели ковидом. И, естественно, необходимо при себе иметь документ удостоверяющий личность для того, чтобы работник, находящийся на входе, смог действительно сравнить этот QR-код с документом удостоверяющей личности. Также с понедельника временно перестанут работать учреждения культуры, библиотеки, музеи и театры. Кроме того, приостановка работы коснется спортивных школ, фитнес-центров, кинотеатров и детских развлекательных парков в торговых центрах. Необходимые дополнительные ограничения вводят, чтобы прервать цепь заболеваемости и сохранить здоровье жителей Самары. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Более миллиона двухсот тысяч жителей Самарской области сделали прививку от коронавирусной инфекции. Свыше миллиона вакцинировались двумя компонентами. А многие уже начали прививаться повторно. Это рекомендуют делать через полгода, чтобы в организме выработались новые антитела. В числе тех, кто прошел ревакцинацию, министр здравоохранения региона Армен Бинян. Какой вакциной он решил привиться во второй раз и когда стоит делать прививку от гриппа, если вакцинировался от ковида, расскажем в сюжете. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян пришел уже за повторной дозой иммунитета. Первый раз привился от коронавирусной инфекции в апреле. Спустя полгода необходима повторная вакцинация. Весной министр выбрал спутник ВИИ, теперь прививается лайтом. Однако для повторной прививки можно использовать любую вакцину из официально зарегистрированных. Их сейчас четыре. Не сдавал никаких анализов на антитела, поскольку основным является именно временной промежуток. Прошло шесть месяцев, нужно сделать повторную вакцинацию для того, чтобы создать максимальный уровень напряженности иммунитета в организме. Имеется достаточное количество всех видов вакцины, более 350 тысяч доз во всех поликлинических учреждениях Самарской области. И отмечаю, что постепенно наращивается темп вакцинации повторной. Одновременно проводим работу, конечно же, с введением QR-кодов во все сферы жизнедеятельности. Во второй клинической больнице прививку от ковида сделали более 12 тысяч пациентов. И уже каждый десятый прошел повторную вакцинацию. Еще совсем недавно медики фиксировали спад желающих получить иммунитет. Но уже сегодня большой приток. Особенно активны люди старшего поколения, которые находятся в зоне риска. Заболевания как грипп, так и новая коронавирусная инфекция у них протекает тяжелее. И риск осложнений гораздо выше. Риск тяжелого заболевания выше. И риск неблагоприятного, самого плачевного исхода тоже растет с возрастом. В осяний период, когда традиционно возрастает количество респираторных заболеваний, врачи советуют прививаться и от гриппа. Но только спустя месяц после вакцинации от ковида. Светлана Кудрявцева, События. В Самаре продолжается режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Пожилые люди являются наиболее уязвимыми для инфекции. В этой возрастной группе фиксируют наибольшее число летальных случаев от ковида. В период самоизоляции на помощь к старшему поколению приходят социальные работники. Они приносят продукты и лекарства, помогают по хозяйству, если нужно, вызывают врача. Об этом подробнее наш следующий сюжет. Валентина Круглова – пенсионерка. Она практически не выходит из дома. По хозяйству ей помогает соцработник. К вакцинации Валентина отнеслась с доверием и первую прививку сделала еще 1 апреля. Сейчас, по истечении полугода, решила пройти повторную вакцинацию. У меня знакомая тоже вакцинировалась. Мы так поговорили с ней, она тоже согласилась. У меня нет таких знакомых, которые бы не вакцинировались. Помощь и поддержку соцработник Вера Боровкова, или как любя ее называет Валентина Круглова, Верочка, оказывает с начала нулевых. За 20 лет они стали для друг друга родными людьми. Сходить в магазин за продуктами и лекарствами, помочь добраться до поликлиники, приготовить еду и поддержать чистоту в квартире – это лишь часть помощи, которую обеспечивают социальные работники. С началом пандемии работы у них прибавилось. Если раньше за каждым работником было закреплено в среднем по 7 человек, то сейчас до 12. Потому что многие сидят на самоизоляции, не выходят, помогать некому. Родственники тоже реже стали с ними, из ограничений социальных контактов, они реже стали посещать своих мам, пап, бабушек, дедушек. И приходится социальному работнику. Подопечные у меня тоже все практически вакцинировались. Я с ними разговаривала, разговаривала с родственниками, что надо, надо обязательно делать прививку, иначе у нас это никогда не закончится. Вакцинация – самый действенный способ обезопасить себя от коронавирусной инфекции, говорят медики. Кроме того, важно соблюдать элементарные гигиенические меры. Чаще мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Мария Левина, События. На территории Самары работает городской волонтерский штаб «Мы вместе». Телефон горячей линии указан на экране. По этому номеру могут обращаться граждане 65 лет и старше, одиноко проживающие, маломобильные и находящиеся на самоизоляции на территории Самары. Прием заявок ведется с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. Принимаются заявки на приобретение продуктов, первой необходимости лекарства, оплату услуг ЖКХ за счет средств заявителя. Новое асфальтовое покрытие, парковочные карманы и спортивные площадки строительства детского сада на Ташкентской вышло на финишную прямую. Остались последние штрихи – благоустройство прилегающей территории и внутренняя отделка помещения. Параллельно со строительством детского сада в Кировском районе идут работы по возведению дошкольного учреждения на улице Подшипниковой и 2-го корпуса общеобразовательной школы на 5-й просеке. Готовность объектов проверила глава Самары Елена Лапушкина. Тему продолжит Ольга Павлова. Всего несколько месяцев назад на месте уже отстроенного детского сада на Ташкентской велись подготовительные работы. Необходимо было учесть все пожелания жителей Кировского района. Рабочие не только возвели объект и планируют сдать его вовремя. Сейчас специалисты занимаются благоустройством прилегающей к саду территории. Меняют забор, асфальтовое покрытие, прокладывают парковочные карманы и обновляют тротуары. Полностью закончен фасад, полностью закончена кровля, ведутся массированные отделочные работы внутри. Проговорили с подрядчиком, у него практически все материалы необходимые есть, оборудование закуплено, торги состоялись, поэтому тоже этот детский садик мы сдаем вовремя. Двухэтажное дошкольное учреждение примет 132 ребенка в возрасте от года до 7 лет. На первом этаже обустроят три группы для самых маленьких, от года до трех. На втором разместят детей постарше. Также здесь будут находиться залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты логопеда и психолога. А для удобства маломобильных граждан уже обустроили безбарьерные зоны и лифт. Отдельно позаботились о детской и спортивной уличных площадках. Они будут оборудованы безопасным резиновым покрытием. Мы хотим единым ковром вместе с детскими площадками зайти в эти беседки, чтобы ни зимой, ни летом не рассыхались, ни швов, ни падали, ни ничего не царапывались. Глава добрый, поэтому постараемся это выполнить. Продолжается строительство детского сада и в Октябрьском районе города на улице Подшипниковой. Готовность объекта составляет более 70%. В дошкольном учреждении создадут три разновозрастные группы и две специализированные, предназначенные для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройством аутического спектра. Детский сад сможет принять 112 воспитанников. Мы видим динамику в этом детском саду, видим количество людей, количество техники и то, какие были договоренности с подрядчиком, они все выполняются. Детские сады на улицах Ташкентской и Подшипниковой планируют сдать в эксплуатацию в декабре этого года. Параллельно строительству дошкольных учреждений ведутся работы по возведению второго корпуса школы на пятой просеке в Октябрьском районе города. Новая школа рассчитана на 850 учащихся с 1 по 11 классы и 75 дошколят, в том числе детей ясельного возраста. Завершить строительство здания переменной этажности планируют в самые короткие сроки. Ольга Павлова, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События. Осмотрела глава города Елена Лапушкина и готовность коммунальной техники к зиме. Традиционный смотр прошел на площади Куйбышева. Муниципальные предприятия показали, с помощью чего будут убирать снег и налить с улиц Самары. Подробности в сюжете Ольги Хомракуловой. Эти стройные ряды спецтехники призваны очищать Самару от снега и защищать от наледи. Новые и современные. Они выстроились, как на параде. Камазы, тракторы, автогрейдеры, погрузчики, снегоуборочные машины и еще десятки видов спецтехники. В преддверии холодов на площади Куйбышева прошел общегородской смотр зимней техники. Каждое муниципальное предприятие продемонстрировало модификации имеющихся спецмашин. Готовность техники к зиме проверили глава Самары Елена Лапушкина, первый вице-мэр Владимир Василенко, а также руководители профильных департаментов. Мы понимаем, что со дня на день будет первый снег, поэтому я разговаривала сейчас с руководителями всех предприятий. Все абсолютно доложили о том, что они переоборудованы, что они готовы к работе в зимний период времени. На площади Куйбышева экспонируется 158 единиц техники. Всего в арсенале городских структур грядущей зимой будет свыше 500 единиц. Дополнительно предприятия заключают договоры на привлечение техники, которая в период обильных осадков будет вывозить снег на полигоны. К тому же скоро автопарки муниципальных предприятий пополнятся новыми железными бойцами со снегом. Новая техника будет в этом году закуплена для содержания дорог. Стандартные машины, дорожно-коммунальные, пужно-щеточные погрузчики, как большие, так и маленькие. Малые механизации для содержания тротуаров будут закупаться лаповые погрузчики для погрузки снега. Также будет закуплена техника для содержания катков. Уже заготовлены все необходимые противогололедные материалы. Завершается подготовка муниципальных снежных полигонов. В этом году их четыре, готовых принять свыше 900 тысяч тонн снега. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. В октябре любители арифметики празднуют Всемирный день таблицы умножения. Эта операция входит в четверку главных, которые лежат в основе математики. Знакомиться с умножением дети начинают уже на второй год школьной программы. И для многих из них этот этап становится не только открытием, но и испытанием. Кому в особенности трудно запоминать таблицу и как ускорить процесс усвоения, узнала Гульфия Сафина. Элементарная арифметическая операция умножения человечества открыл еще в древние времена. На территории древнего Вавилона обнаружена первая таблица, ей почти 4 тысячи лет. В средние века детей заставляли заучивать умножение вплоть до 90 на 90. Сейчас достаточно 9 на 9. Но и это довольно сложно. Как помочь ребенку справиться с таким непростым заданием? Трижды 5, 15. Трижды 6. Альмере 8 лет. Она ученица второго класса. А значит, по программе настало время познакомиться с умножением. Признается, вид у таблицы прямо-таки устрашающий. Примеров много, а запоминаться они никак не хотят. Я просто не представляю, как же ее можно выучить. Вот бы какой-нибудь секретик, чтобы побыстрее выучить. Обычно учить таблицу школьники принимаются по тетради. Ее печатают на обратной стороне еще со времен Советского Союза. Иногда в виде примеров, иногда таблица Пифагора. Второй вариант куда нагляднее отмечают специалисты, а значит для заучивания использовать лучше его. Трижды 6, 18. Мы можем взять три цветочка. И у нас уже это троечка. Вот в слове круза. Вот троечка. Вот спряталась. Три. Умножить на шесть. Кота возьмем шестерка. Вот он такой вот наверху. Немного. Внизу пузик, ножки. Вот шестерка. Трижды 6, 18. Вот единица у нас спряталась. Нейропсихологи объясняют, дети с развитым левым полушарьем мозга, то есть с техническим складом ума, сами не замечают, как быстро и без проблем запомнили всю таблицу. А вот правополушарным нужны время и помощь. Для них придумали метод образной визуализации. Например, любимая книга с картинками, в которых спрятались действия. По словам педагогов, метод оживления математики подходит для детей любого возраста. Процесс запоминания у нас связан с эмоциями. То есть, если эмоции положительные при запоминании, то молекула памяти активизируется и запускает процесс запоминания уже в долговременную память. 5U5-25 активизирует долговременную память и рифма. Поэтому педагоги также рекомендуют петь или играючи скандировать, как на марше выученные столбцы. На полках книжных магазинов сегодня много игр и красочных плакатов, созданных для запоминания таблицы. А еще существует лайфхак для примеров на 9, известный еще нашим дедам. Все, что нужно – пальцы рук. Сгибаем тот, на который умножаем девятку и получаем ответ. Слева будут десятки, справа – единицы. Проверяем с Альмирой. 9 умножить на сколько? На 5. 5. Пятый палец прячем. Итого ответ какой будет? 45. Молодец. Проверяем. 9 умножить на 5 – 45. Однако не все учителя математики сегодня требуют заучивания таблицы умножения, особенно среди молодого поколения педагогов. Постоянное воздумание никому не идет на пользу, оно лишь вызывает отторжение с кайф математики. Необходимость в умножении просто основана на том, что хочется побыстрее складывать числа. То есть умножение – это просто несколько раз сложение. Если просто решать какие-то задачи, где необходимо несколько раз одно число складывать другим, по сути умножать, то по прошедству некоторого количества задач все равно любой человек запомнит, чему равны вот эти самые простые примеры. Дайте своему ребенку время и чаще играйте с ним по тематику. И тогда он не только выучит таблицу умножения, но, возможно, полюбит и саму царицу наук. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, Григорий Плешаков. События. Осенью, когда света и тепла становятся меньше, человек подчиняется природным ритмам и становится сонлив. К тому же сырость и промозглость дают дополнительный повод для раздражения и нервозности. В обиходе все эти симптомы зовут осенней хандрой. Как ее избежать, расскажут наши корреспонденты. Для начала просто примите тот факт, что все в мире циклично и ничто не вечно. После этого преодолеть осеннюю хандру куда проще, утверждают эксперты. Медики связывают появление осенней депрессии с нарушением обмена веществ. Световой день становится короче, поэтому гормона счастья, серотонина, вырабатывается меньше. А вот гормона сна, мелатонина, напротив, больше, что и вызывает сонливость и апатию. Инсуляция уменьшается, и человек попадает в ситуацию более темного состояния внешнего мира, когда день уменьшается, ночь становится длиннее. И это воздействует на надпочечники, на нашу вообще физиологию. Дожди идут, нету солнца, тучи на небе. Это тоже такая картинка проективная, когда может человек рисовать свое плохое настроение. Обрести хорошее настроение поможет правильно подобранный рацион. Откажитесь от сахара в пользу продуктов, богатых магнием и витаминами В и С. Налегайте на цитрусовые, зелень, мясо, рыбу и молочные продукты. Также снизить стресс помогут настойки из корня женьшеня и радиолы розовой. Обустройте свой дом с уютом. Добавьте в интерьер больше теплых и мягких вещей в светлых тонах. При этом существует огромное количество практик для всей семьи, способных раскрасить домашний досуг. Если мы говорим про детей маленького возраста, то возможно дома есть какие-то картинки, пейзажи, какие-то сюжетные картинки. И спросите ребенка, что ты видишь. Если мы берем детей постарше, то здорово читать сказки либо по ролям, либо по очереди страницы. Также сейчас очень модно составлять, делать на заказ даже, а здесь вот сами, своими руками герб семьи. Несмотря на дождливую погоду, бывайте на свежем воздухе не менее получаса в день. Общайтесь с друзьями и близкими. Но если не хочется, следуйте своим инстинктам, завернитесь в плед и разрешите себе отдохнуть под хорошую книгу или фильм. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. Избавиться от осенней хандры помогут и прогулки на свежем воздухе. Для того, чтобы оказаться на природе, самарцам даже не нужно покидать пределы города. Что сейчас цветет и радует гуляющих в ботаническом саду, выяснила Мария Левина. Желтый, красный и пурпурный. Это просто праздник какой-то. Самое яркое время года словно шепчет. Пора выходить гулять и ловить последние лучи еще теплого солнца. Октябрь разукрасил растения ботанического сада в самые разные яркие оттенки. Но самым нарядным стал по праву барбарис. Осенью барбарис заметно выделяется среди других кустарников. Это его, что называется, золотая, а если быть точнее, багряная пора. Листья пламенеют и созревают плоды. Несмотря на многообразие которых, собирать их в ботаническом саду запрещено. Их передают на посев в другие сады. На этом островке природы в каменных джунглях города собрано больше 4000 видов растений. Здесь представлены как местные породы, так и экзотические. Привезенные из Северной Америки, Азиатских и Восточных стран. Южные деревья даже самой поздней осенью остаются с листьями. Поэтому прогуливаясь здесь, есть риск забыться и потеряться во времени года. Над созданием чарующего вида работает целая команда сотрудников. Чтобы каждое из растений прижилось и имело нужный вид, учитывают каждую деталь. Для каждого растения нужно определенный участок. То есть есть те нолюбивые растения, которые любят определенную тень, полутень. И, например, светолюбивые. Многие растения имеют свойство, если их посадить не в том месте, они могут проявить себя не так, как на самом деле. Такой красоты и пестрости можно не увидеть. То есть им нужна световая краска. Прогуляться в зеленом оазисе можно в будни с 10 утра до 6 вечера. По выходным сад не работает, но попасть туда все-таки можно, заказав экскурсию. Примерно на час вы перенесетесь в другой мир. Мир удивительных растений и глубокого единения с природой и самим собой. Красиво очень. Деревья зеленые, даже есть еще желтые, разные цвета, там вообще красиво. Это вообще супер место. Мы дышали свежим воздухом. Приятно прям ходить, любоваться природой. Тут еще такая красота. Так еще красиво сделаны площадки такие. Супер. Очень красиво. Глаза отдыхают, душа отдыхают. Поэтому очень хорошо, что нам его открыли. Вот побродишь везде, по тропинкам, по всем. Все знакомо. В каждое из времен года ботанический сад кардинально меняет свой внешний облик. Но вот с чем согласны и сотрудники и самарцы, так это с тем, что осень одаривает это место особой атмосферой. В октябре здесь еще остается приятный теплый шлейф, остатки летней роскоши, зеленые листва и даже цветы. Но уже начинает веять прохладой. Буйство красок рождает непередаваемые эмоции и одаривает внезапным вдохновением. Осень, унылая пора, от чьей очарование, приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я пышная природа увядания, в багрец и золото одетые леса. В их синих ветра, шум и свежее дыхание, и мглой покрытые небеса. И редкий солнцелуч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. Мария Елевна, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, берегите себя и своих близких, и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!